Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. Съедобное и несъедобное. Это Таня, это Настя и Костя. И мы рады вас видеть в наших роликах о дегустации, о вкусной, интересной и необычной еде. Надеюсь, сегодня нам попадется что-то очень интересное и вкусненькое. Раздобыл я здесь при случае японские снеки. Аналог нашим чипсам, сухарикам, орешкам. Можно их также с лимонадом употреблять, с квасом. В Японии пьют квас? Кто знает. Кто-то знает, в Японии пьют квас. И какие, кстати, кто знает, напишите, какие напитки предпочитают пить в Японии. Саке. Да, да. Ну, я думаю, это вряд ли под саке закуски. Такие вот легкие закусочки под кино. Так, девчонки, с чего начнем? У нас есть первое. Ниппон аниме снекс. Это чтобы смотреть аниме. Да. Таня у нас главный любитель аниме. Есть у нас среди зрителей любители аниме? Угадайте, из какого аниме. Да, зай. Это почти как Дед Мазай. Снек японский. Салман барбекю. Куракка. Салман это лосось. Барбекю это барбекю. А курака, я не знаю, что такое курака. Суть по всему, курака. Может, куриный? Курака. Японский снеки тако-самурай. Эксклюзивный микс из бобовых, рисовых крекеров и морских водорослей. Традиционные восточные вкусы, натуральные ингредиенты, уникальные специи. Вот это, наверное, кругляшки, это что-то бобовое. Приправа и соусы от японских производителей. Тако-самурай это яркое ощущение новых, удивительных эмоций. Здоровый перекус и великолепное дополнение к приятным напиткам. Водку к приятным напиткам. Так, нужно, наверное, взять тарелочку. Открываем. Удобная крышка. Такая герметичная. Так, срок годности 10-21, 10-22. Все нормально, а то сейчас девчонок накормлю чем-нибудь. Давайте на тарелку. Какие интересные. А давайте я сейчас такую небольшую подсъемку сделаю. Покажу поближе. Вот так вот они выглядят вблизи. Танюш, по одной покажи нам. Видите, какие-то шарики. Это с нори, явно с нори приклеено. Шарики какие-то и большие такие типа лепешечки. А вот еще есть треугольники. Вот так вот, друзья мои, все это дело выглядит. Выглядит на самом деле очень такое аппетитного, приятно, интересно и необычно. Давайте быстрее пробовать. Давайте начнем с кругляшков. Да? Такие вот круглые штучки, как будто тут что-то склеено. Вы прям смелые целиком. Структура у нас все похожи даже. С одной стороны воздушная, а с другой стороны плотненькая. Сейчас, наверное, у зрителей такой хрум стоит. Хрум-хрум-хрум-хрум. Это как воздушный рис. Да. Да? Только много его и склеенее. И, кстати, остроты никакой нет. Я приправу даже понять не могу. Она не яркая. А вот это сладенькая. Сладенькая, остроты нет. Мы боялись, что будет очень острая. Треугольничек. Тоже самое, в принципе. Чуть-чуть какая-то приправа отличается. Отличается приправа. Да, другая. Ну, тоже для нашего вкуса абсолютно неясная и непонятная. По шарику. Похож, как будто, знаете, такое бывает. Арахис в чем-то. А, ну это и есть арахис? Да. А сверху вот эта вот хрустящая панировка. Вот эта хрустящая чуть-чуть. Это васаби. Да. Васаби. Ну, не яркий. Ну, да, вот слегка. То есть это будет есть любой, даже наш Ярик. Мы его как бы не взяли на этот обзор, думали, что будет очень острая. А это вот какая-то тоже такая воздушная пластиночка с покрытием нори. Нори. Ну, нори, кстати, особо не пахнет. Я думаю, водоросль любует сильно. Не, во вкусе прям водоросль. Йод. Лечебная. Легоня. Да, очень классная. Это уже остренькая какая-то. Ну, острота, друзья мои, 1-2 балла из 10. То есть вот не более того. Прям вот очень-очень легкая остренькая. Чеснок, вот обычный домашний чеснок, гораздо более острый и яркий, нежели чем вот эти вот снеки. Который не пон, а не месс снэкс. А где лосось-то? Вы лосось и барбекю почувствовали? Оно вот как в обсыпке. Вот здесь лосось. Вот первый, который был? Да. Вот оно сверху. Али может везде разный, может мне просто не везет. А может быть. Вкус очень странный, очень непонятный. И я когда брал вот эти вот снеки, я думал, сейчас здесь будет такой буйство вкусов. И мы будем их так обсуждать, а мы просто сидим и едим. А вот, друзья мои, я знаю, что вместе с нами некоторые из вас тоже наливают себе чайку или чего-то поинтереснее и смотрят наши ролики. Так что мы с вами, приятного вам аппетита, дорогие друзья. А мы будем продолжать. Это мы доедим с удовольствием за кадром. Мне понравилось. В принципе, если где-то вам попадется по нормальной интересной цене, какие сейчас цены будут, я не знаю на это дело. Я покупал баночки уже несколько месяцев назад. Честно сказать, даже цены не записал. Но стоили они там в пределах, по-моему, около 150 рублей. Это мы же заказывали, я посмотрю. А, значит, я вставлю с цены, вы их увидите. Вес и цена. Масс нет, 100 грамм. Это где-то мы заказывали-то? Я не помню, не суть важна. Вот, на каком-то из маркетплейсов просто увидел я и заказал. Попробовать однозначно стоит. То есть штука интересная, штука необычная. Куплю еще раз, ну, 100 граммовую пачку. Если будет стоить недорого, то возможно. Но вряд ли она будет стоить недорого. Ну, кстати, такие вот вещи можно любить людям аниме, каких-то вот таких японских штук. В качестве подарка. Как Таня и ее друзья. Собрать так вот разных. Несколько. Тебе понравилось такое вот как подарок? Просто. То есть съесть приятно. Однозначно интереснее, чем просто обычные надоевшие какие-то чипсы, сухарики и прочее. Взять, например, баночку такой вот в кино. Как идея, да? То есть имеет место быть однозначно. Вот. Второй вариант. Что там нам ожидать? Нори, темпура, чили. Вот это, наверное, должно быть остренькое что-то такое, раз чили. Ну, чили поострее, да. Тут в составе перец чили, черный перец, белый перец, какой-то гумиарабик. Не знаешь, что это такое? Гумиарабик. Чесночный хорошо. Не знаю, какой арабик. Экстракт, грибов шиитаки, лук и имбирь. Это же такое вообще очень интересное. А кто-то пьет имбирный лимонад. Да. Оригинальный японский продукт написано. Давай, открывай. Подожди, производитель Yamato Foods Япония. То есть и... Ну, да, да, да. Вроде как бы это Япония. Япония, да. Импортер Хабаровска. Ну, это кто за... Нет, смотри, вот здесь производитель Yamato Foods Япония, а изготовлена Xiamen Yamato Foods Company, много-много слов, КНР, Китай. То есть в Китай по заказу японцев. Ну, то есть, вот в описании было, что это, типа, и в Японии, как бы вот именно они же продаются, но так как и в России, то здесь есть российская текстовка. Здесь, по-моему, одного вида они. Одного? Да. Одного, то есть вот я так понимаю, что это лист нори, а сверху какая-то темпура. Типа крекеров. А, ну, бывают креветки. Друзья мои, оцените вот что. Что, какая у меня тарелочка у нас есть в деревне, а? Ценители поймут, что это за посуда. Вот так вот выглядят. Давайте переходить к дегустации. Я пока снимаю, девчонки тут уже вовсю. А аромат, как это вот, в восточных едальных бывает. Креветки какие-нибудь. Ну, да, вот темпура. Мусенько. Острый. Не острый. Потом острый доходит. Нет. А мне острый. Понимаешь, в тот раз вот тоже. Может, как-то неравномерно распределены. Обычный кляр и кусочек нори. Так вот бывает креветка, рыбка хорошо-хорошо поджаренная. Кстати, вот предыдущий образец, вот этот, его не хотелось запивать. А здесь рука тянет запить. Хотя резкой остроты, как таковой, нет. Если это в кляре, то почему только с одной стороны в кляре? А мне кажется, кляр обжаривается, а потом к нему... Нет, тут смотреть. Вот видите, такие полосочки-полосочки. Наверное, как-то это... Кляр, а на него потом кидается лист нори. Ну, штука интересная. Японский снэк. Предыдущая тарелочка, где было разнообразнее. Ну, потому что там много разного. А здесь, ну, как-то скучновато. Да. Ты что-нибудь, Танюш, вот про них можешь? Ну, вкусно. Я предлагаю все перемешать. Нет, мы сейчас закатом, да, сделаем. Просто, по крайней мере, вот эти две тарелки мы однозначно перемешаем. Но у нас же есть еще третья, которая номер один в Японии там была расписана просто, да, мама дорогая. Новый здоровый продукт. И все? И все. Зеленый горошек есть в составе. Нори тоже есть. Васаби. И водоросли, да? Я ждал острова. Вот, мне кажется, вот это зелененькое, что-то острое. Ну, вот был чили, вообще не острое. Что за чили в Японии, если оно не острое? Японий снэк номер один. Ну, японский снэк номер один. Подожди, давай будем открывать. Сейчас я включаю видео, покажем. Давай, открывай. А просто она, отрывается бумажка. Ну, это, насколько я понимаю, та же самая компания. А вот эти штучки, мне кажется, прям как вот в первом наборе были, да, вот эти? Да, 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 ну, Каталь, найди. Похоже. Вот, да. Ну, это, не, контора одна, как бы. А вот это похоже очень, как у нас эти. Бананы, чипсы, бананы. Банановые чипсы, знаете, что-то такое. Зеленый горошек, да, там, а что еще? Зеленый горошек. Ну, выглядит ярко, очень нарядно, прям так. А вот это, наверное, арахис тоже, васаби. Давайте уже быстрее пробовать. Я горошек возьму. Зелененький, ты большой, маленький взяла? Васаби, я маленький взяла. Васаби сверху. О, здесь хотя бы остренько есть. Ой, а глянь, какие палочки классные. В листе нори завернутые. Это арахис, как вот здесь был, только с васаби посыпкой. Вот здесь хотя бы остренько такая старта есть. Зеленый горошек. А интересно, как вот они сделали горошек зеленый? Может, кто-то знает? Он не как воздушный рис, но он высушенный. Он горошек, а сверху какая-то корочка, смотри. Он в чем-то обжарен? В чем-то когда, как в кляре. Видите, там внутри горошек, а сверху вот эта штучка. Ну, я думаю, что это по аналогии как арахис делают. Ну, на арахис толстые слои. А здесь тонкие. А здесь тонкие. А банановый чипс-то? Это что, чипс или что это? Не знаю. Банановый ты не пробовала? Не банановый. А что это? Запаха особо нет никакого. Похоже на арахис. Это что, расплюсенный арахис? Ну, это что-то такое тоже полувоздушное, какое-то странное, непонятное. Ну, ничего страшного. Ну, на вкус арахис в чем-то. Тоже. Может, из муки арахисовой. Как вот чипсы бывают слайс, в который картошка нарезана, а бывают, когда просто, понимаете, такое ощущение, что как будто такая, знаете, таблеточка. Ну, обернутая вассаби. Вот вассаби везде. Не вассаби, нори. Ой, нори. Да, сразу такой йодистый. Привкус. А рука, гляньте, вот она... Тянется. Тянется. Вкусно. Вкусно, необычно, дорого, интересно. Какой вывод из сегодняшнего рейтинга? Нам сейчас вкусно, друзья. Вот. Потому что в деревне просто только работать, ну, не очень интересно. Хочется что-то такого интересного, вкусного, необычного. Могу я посоветовать? Я хочу вот девчонку выслушать. Главного нашего япониста. Джапанис. Ну, вкусно. Вот из трех вариантов. Какой тебе больше всего понравился? Первый, наверное, такой. Первый, который был... Да. Непона, не месснеку. Но он самый такой разнообразный, самый необычный. И он почти не острый. Здесь острота, ну, я думаю, три с половиной, четыре из десяти. То есть такого плана легче, чем шрирача обычная. Вот. Либо уровень, там, такого простого чили. Ну, то есть Таня, как бы, вот, видите, ест, ничего. Имбирем остреньким запивает нормально. Ролик, кстати, уже, наверное, был на канале. Ладно, друзья мои, мы будем доедать. Девчонки сегодня не очень разговорчивые у меня. Они больше налегают поесть. Хомячим. Если где-то попадутся вам такие снеки, по случаю, попробуйте вариант, вот, с таким страшным товарищем, да. Ассорти. Ассорти, вполне себе хорошие. Либо вот эта вот баночка с горохом, бобовыми, арахисом, тоже интересная. Она же еще как здорового питания. Очень здоровая. Вот эти вот лепешки, нет, если бы они стоили, там, 30-40 рублей, ну, в Японии, наверное, они так и стоят, в иенах, то, да, можно было бы купить, иногда так побаловаться под кино, под футбол с удовольствием. За эти деньги, нет. Но, как сувенир, кто любит аниме, кто любит какие-то такие японские всякие штуки, я думаю, будет приятно и интересно. Если вам интересно, друзья, пишите в комментариях, продолжать ли, вот, рассказывать о таких необычных штуках, которые, конечно, в каждом магазине не продаются, но имеют вот что-то необычное, вкусное, невероятное, которое стоит хотя бы разочек, но попробовать. По секрету скажу, китайские чипсы, да, подходят. Девочки об этом еще не знают. У меня есть там 3 или 4 пакета китайских, китайских чипсов. Пока-пока, скоро увидимся. А тем, кто досматривает ролики до конца, покажем еще прям поближе-поближе. Вот это вот темпура жареная, это выбор Татьяны, самый такой вот ассорти-ассортист страшным вот этим товарищем, который барбекю и лосось. Но, правда, их во вкусе мы не попробовали. И сушеный жареный зеленый горошек. Надо будет в этом году попробовать самим пожарить во фритюре зеленый горошек, а вдруг получится.